Чувак, подвинься, давай, давай, быстрее! Ну, дядь, прими немножко вправее. Это песос какой-то. Чё в пробке стоишь? Грузовик приедет или в автобусе вот таким колесом по голове? Я пешеход, я пешеход, я пешеход, я пешеход. А ты чё стоишь так? Ну-ка, подвинься. Я, кстати, зря так делаю, хотя нет, здесь всё понятно, потому что если кто-то хотел бы налево повернуть, то пусть он поехал бы в тот островок. А по поводу мотоциклистов, ребят, вы давайте это тоже соберитесь, не надо вот наваливать вот в таких вот местах между рядами по 200, да, или на заднем. Ну, ничем хорошим это не закончится. Большое спасибо. Вообще, по поводу культуры вождения в Латвии, я считаю, что она довольно хорошая. Но у нас все любят превышать скорость. Это как в Стамбуле, в Турции, там все гоняют. Горящие, заряженные парни, да, мой бывший? Твой бывший? А может продашь мне обратно его? Не, я, кстати, его предложил. Давай выкуплю, он говорит, нет. Я хотел просто поставить в комнате, чтобы для красоты стоял. Вот это, вот это, ребят, вещь. Это SRR HP4. Самый красивый. У тебя он реально высоковат, наверное, будет. Да, но сидение можно пониже сделать. Я пропустил, глядя. Он такой мощный. Ну, здоровый, да, такой чувствуется. Чувствуется, он такой, да. Кабанчик, да, такой. Не то, что это, такой узенький там. Баллон сзади 200-й стоит. Вы уже в стоке с завода, да. Ребят, сейчас прокатимся по пробочкам. Одна пробка более-менее нормальная, где можно побыстрее передвигаться. Одна супер-русская, где, где хрен проедешь. Во-хо-хоу! Ебушки-воробушки. Вот здесь довольно широко. Здесь, да, можно маневрировать там. Тудым-сюдым. А есть у нас места в Риге, но где вообще не поманеврируешь. И посмотрите, как вот медленно парень передвигается. Вот красавчик, правильно? Куда тут лететь? Зачем тут лететь? Хотя здесь ни пешеходов, ни котов, ни собак. Спокойно можно наваливать, как навалить, вон там перестраивается парнишка. И я же ему не кричу. Эй, чувак, подвинься, давай, давай, быстрее! Я же не нагнетаю обстановку. Но ездит человек и едет спокойненько себе. Видно сразу, что недавно катается. Ноги держит не как профессионал. Ну вот, путешественники тут. Опа! Опять куда-то летит он на своем Opel'е. Я поздоровался со скутеристом. Ну какая разница, скутерист, не скутерист. Главное, чтобы человек был хороший. Ну типа обычно мотоциклисты же с скутеристами не здороваться. Ну вот, все мы собрались в одном месте. На светофоре. А где путешественники? Проезжайте, дорогие мои. Проходите. О, какой тюнинг. Три полоски. Зеленая. Тата-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тора-та-та-та-та. Ну успеть, быстрее проехать можно. Спасибо, что пропускается. Ну а наши пробки по сравнению с тамбульскими пробками это ништа. Главное, никому с зеркалом, если все видели, он меня уже издалека увидел. Это то, о чем я вам говорил, яркая экипировка и яркий свет. Вот здесь все. Видите, все они проезжают. Спасибо, уважаемый мужчина на Вольво, спасибо. Ну, дядь, прими немножко вправе, будь так любезен, нет? Я вот когда еду, всегда пропускаю мотоциклистов и принимаю праве. Вообще, зачем так посередине ехать? Бля, ну ты серьезно? Можешь немножко? О, спасибо. Спасибо. У меня же в пробке стоит жарко. Ну вот этот хэллаунд, все время забываю как его. Ну, вот прикиньте, он летит в этой пробке здесь, да? Как он там показывает на своих видосах. И вот это вот маневрирование там, вот такое вот, да? Вот. Ну или там на ютубчике или в тиктоке, где многие летают в пробках. Кто-то вас не заметит, дверь откроет, или решит резко перестроиться, или что-то ему не понравится, прижмет вас. Все. Это одна секунда, даже не момент, секунда. Бляха, ну вот не проехать мне тут. Женщина ездит, не может принять немножко правее. Блин, ёптвою за ногу, ну у тебя там место дохренища. Вот смотрите, чтоб вы понимали, сколько у нее места здесь. Смотрите, вот видите? Вот. И она не может принять правее немножко. Это песос какой-то. Какая нафиг доставка в городе на мотоцикле, на стрите, на спорте, да? Но не на стрите. Это, конечно, не самая лучшая улица. Да и время сейчас у нас сейчас пикло. Я там впереди вижу болт. Чувак едет на скутере, который узкий, и он и то не может проехать. Конечно, накидаю вам спецэффектов музончика, самые лютые нарезки, где вот наваливают. Здесь можно навалить, да, так было бы. И будет вам, вау, какой ты быстрый, какой ты крутой. Нет никакой в этом крутости. Вот здесь спокойно пролезем, пролезем. А вот здесь перед фурой уже не пролезем. Спасибо, уважаем, спасибо. Ну вот он бы спокойно мог поехать на своем электроскутере. Смотри, поехал. Чего в пробке стоишь, Володька? Чемодан мешает, да? Да. Ну ладно, я поехал. Давай. До свидания. Это Петров был, если что. Ну, а прикиньте, вот зацепил кого-то зеркалом и все. О, бляху, вот здесь как видите. Не пролезь, не автобус там и машина слева. Автобус меня сто процентов даже не видел. Я же для него балаха. Хотел вам, друзья, наглядно показать, как надо ездить между рядами, а не как вот эти отморозки. Он как будто в компьютерной игре, понимаете? А это он не компьютерная игра, а это жизнь. Жизнь, где ты можешь потерять свою жизнь. Ну ладно, на таких скоростях, конечно, ну вряд ли ты потеряешь жизнь. Но если грузовик приедет или автобус с таким колесом по голове, то никакой шлем тебя не спасят. Ну все, я тут не могу проехать. Ну могу, конечно, наверное, но не полезу очень узко. Дедушка, дай проехать. Еще многих бесит, что кто-то газует. Мне тоже не нравится, когда газует, но меня вообще не слышно. Вот сейчас я не поеду. Смотрите, сколько у него места слева. Смотрите, вон. Вот, целый кусок слева. А здесь нормальный человек ездит. Он, наверное, думает, куда там щемится этот мотоциклист. Вот здесь я не буду щемиться. Грузовик едет. О, бревна какие. За бревновозом так я вообще не люблю ездить. Ну ладно, поедем вот здесь вот так. У меня автобус еще посигналил. И жара такая еще плюс 25 градусов. Ну все, сейчас ждем, пока затормозит. Да, вот такая вот она езда между ряди, особенно где узковато. О, спасибо. Тут опять женщина, которая меня не видит, наверное. Обычно я делаю так. Я в зеркало смотрю. Если человек меня увидел, то он обычно пропускает. У нас довольно культурные автолюбители. Нет таких, знаете, задротов, которые специально не пускают. И тут вообще походу ремонт. Сейчас грузовик, интересно, меня видит. Напоминаю, что у грузовика слепые зоны. Вы для него вообще не существуете. Никогда не лезьте вот в эту дырку. Между фурами не пролезать. Он меня не видит, реально. Мужик, я здесь, я здесь, здравствуйте. Спасибо, вы увидели меня. Милот, теперь сюда давай. Фух, жаришка. Вот она меня увидит, смотрите. Да, увидела. Здравствуйте. Я пешеход, я пешеход, я пешеход, я пешеход. Ладно, сделаем реально все как надо по правилам. Смотрите, чтобы не ездить вокруг, я очень часто применяю тактику пешехода на мотоцикле. Берем, закатываем на тротуар и перекатываем мотоцикл, куда нам надо на дорогу. И потом садимся и едем. Очень удобно, чтобы не делать большие круголя. Так, я пешеход, я пешеход. А теперь я мотоциклист. Теперь я мотоциклист и все, я поехал. Фух, блин. Что, нормальная тема? Ой, заглох. Фух, да ёптю. Три раз заглох. Не, два. Ну, удачи. А, пацаны, не хотелось бы экскаватором по голове получить? Да, хорошо, как скажете, ребята. Все окей, я жду. Я не трюкач. Так, все, все. Спасибо, удавайте. Хорошего дня вам. Удачи на дорогах. Обожаю знак 30. Даже здесь вот на шоссе, вроде бы, ну, можно бы пролететь, да, междуряди. Только задумайтесь, я лечу. А тут машина поворачивает или выворачивает, и кто-то придумал пропустить эту машину. Ну, и как вы себе это представляете? Я представляю это великим полетом в небо, в лучшем случае. А в худшем на небеса. Ну, или вот здесь, да, междуряди давайте махнем. Ну, вот сейчас можно быстренько. Так, спасибо, что подвинулся немножко. Спасибо, ребят, вы такие добрые. Красавчики. А ты что стоишь? Так, ну-ка подвинься. Спасибо тебе тоже. И тебе спасибо. И вам спасибо. И вам спасибо. А почему? Ну, потому что, когда ездит грузовик навстречу, то я стараюсь не проскакивать между грузовиками. И вам того советую. Полезный совет при обгоне фурам не щемитесь к ней. Постарайтесь вот так справа посмотреть, что там творится впереди. Ну, здесь понятное дело, что я не буду обгонять. Но обычно ребята на фурах, они показывают правый поворотник, если вы можете обгонять. И левый, соответственно, если вы не можете или если он поворачивает налево. Видите, какой хороший обзор здесь? А если я вот так еду, я никуям бы не вижу. Ну и, естественно, держитесь в правой или левой оси автомобиля. Просто представьте, вот реальная ситуация. Стоит пробка в ту сторону. И вы такой ебашите на все деньги. А сейчас подумайте, сколько вот тут слева выездов на дорогу. Справа выездов, пешеходы, коты, собаки. Вау, какой звукан у нас тут. Я слышал, даже не понял, это EMS Infinity. Давай-давай, казань еще. Не, не будет. Ну, ладно. Ну, нажми педаль. Ну, давай. Ай, ладно. Опа, спасибо. Улица Гранита довольно опасненькая. Вот мы едем такие, едем. А тут стоят фуры, да. А тут может машина вот так вот выезжать оттуда. Слева. А не пропускает их. Ой, как тут это. Грязи много. Все летит. Визор я закрыл. Столько пыли, масла, песка. Смотрите на выездах. Почему я вас сейчас не обгоняю? Да потому что выездов там впереди много. Я знаю эту дорогу. Начну обгонять, а там бац, и кто-то выезжает. Он остановится, начнет пропускать. И будет краш. О, молодец. Поворот не включил. Мое почтение. А вот представьте, если бы он не включил, я бы начал его обгонять, чтобы было. Был бы very bad. Когда поезд едет через железнодорожный переезд, он все время гудит? Это по правилам он так должен делать, да? Мне музыка играет вообще. Ну понятно. С другом не интересно разговаривать, да? Мне музыка реально. Я не слышу. Музыка интереснее, чем друг. Балдеет, просто Yamaha топ, бэ. Yamaha топ, он говорит, балдеет. Когда на Yamaha едешь, и музыка слушает, тогда топ. Угу. Понятно. Ну, гудани. Игнор. Откуда знаю? Это же не наша контора. Понятно все. Но все равно передаю всем железнодорожникам, машинистам огромный привет. О, хайбуза. У меня только один человек сразу ассоциируется с этим мотоциклом. Спасибо. Встречаемся в Телеграме, в Инстаграме. Все ссылки в описании. Оставлю пару ссылок еще на видео из Турции. Я там катался и не понаслышке знаю, какой там трэш. По Стамбулу ездил, с ребятами турками катался. И что еще хочу добавить. Важно с кем вы катаетесь. Чтобы были адекватные люди, адекватная компания. Ну а я поехал по делам и буду максимально аккуратен. Потому что я в футболке, а сегодня 30 градусов жары, но какие-то гребаные тучи непонятные. Наверное надо было с этой курткой отзываться. Наверное надо было с этой курткой отзываться. Поцелесом Турции. Победу или snipилот.